Говорят, что знание это богатство. Впрочем, директор Канажского филиала ЧГУ, судя по всему, наоборот, превращал в богатство незнание студентов. Его подозревают во взятничестве, причем в крупных размерах. Значит так, пожалуйста, мне на стол. Вот, пожалуйста, Борис. Ну зачем? Когда в кабинете директора Канажского филиала ЧГУ и по совместительству депутата городского собрания Канаша Бориса Волкова появились правоохранители, он потребовал положить ему на стол постановление прокурора. Однако, по версии следствия, еще недавно на стол Волкову клали совсем другое. Учеба на «Отлично» студентам-заучникам обошлась в полторы сотни тысяч рублей. Пришли, нашли этого человека, кто занимается взятками. Вы еще и в другом месте? По версии следствия, с октября 2012 по январь текущего года подозреваемый через посредника получил от студентов-заучников трех групп выпускного курса Канажского филиала ЧГУ взятку на общую сумму 155 тысяч рублей за решение вопросов, связанных с успешной сдачей ими государственных экзаменов и защитой дипломных работ вне зависимости от фактического выполнения ими учебного плана и о владении необходимыми знаниями. Подозревают во взяточничестве Волкова не в первый раз. Правоохранители установили, что с его помощью в 2007 году студентка без проблем закрыла сессию. Тогда услуга обошлась девушке в 8 тысяч рублей. В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается. Кстати, перед судом может предстать и тот, кто передавал деньги от студентов. Для посредников во взяточничестве в уголовном деле недавно появилась новая статья.